В республиканской детской и внушеской спортшколе Минобразование прошел открытый спортивный фестиваль, посвященный 72-й годовщине победы Великой Отечественной войне. В рамках фестиваля на центральном поле поощрили победителей зимнего первенства по футболу в памяти тренера школы в прошлом игрока махачкалинских команд Динамо и Анжи Мурадбека Мурзаева. Победители во всех возрастных группах кубками и памятными медалями наградил председатель комитета по образованию, науке и культуре Народного собрания Республики Дагестан Раджаб Абдулатипов. Память футболиста, тренера, игрока, это очень прекрасно. Мурзаев, он был прекрасный тренер, прекрасный игрок, футболист. Это очень прекрасно. Когда на канун такого великого праздника, Дня Победы, мы провели такой прекрасный турнир. Я хочу всех поздравить с наступающим праздником, с Днем Победы, чтобы у нас всегда было мирное небо над головой. Переходящий кубок воспитанника Мурадбека Мурзаева команде 2004 года рождения вручил отец Мурзаева Магомед Бек. В церемонии приняли участие родные и близкие Мурзаева, а также председатель столичного спорткомитета Марат Ибрагимов. В рамках мероприятия директор Республиканской детско-внушеской спортшколы медообразования Александр Маркаров продемонстрировал гостям волейбольные площадки, на которых 21 мая пройдет Республиканский фестиваль. В завершении состоялась товарищеская игра по футболу между командами бывших воспитанников Мурадбека Мурзаева со сверстниками из Дербента. Матч завершился победой хозяев поля. Победой хозяев ковра в Кизляре завершился второй открытый республиканский турнир по грэплингу в памяти Магмеда Амар Магомедова. В состязаниях среди юношей и взрослых приняли участие более 150 спортсменов из Дербента, Махачкалы, Хасавирта, Буйнакска и Кизляра. Выявляли лучших в 30 весовых категориях. Подробности в нашем сюжете. Основанный еще в середине 90-х 20-го века грэплинг набирает обороты среди любителей спорта не только в стране, но и в Дагестане. Грэплинг включает в себя приемы всех борцовских дисциплин. Данный вид спорта не предусматривает нанесение ударов, однако можно применять клинчи, броски, болевые и удушающие приемы. Форма спортсменов, шорты и обтягивающая футболка. Еще до начала турнира судьи объяснили правила, а в ходе церемонии открытия почетные гости пожелали честной и справедливой борьбы. Судейские цели здесь первое, это то, что не нарушить, не допустить грубейшие нарушения. А в дальнейшем, конечно, отбирать и посмотреть перспективных ребят на отборочных, чтобы выбрать дальнейшие. Сейчас скоро будет Дагестан чемпионат 13-14, отбор на СКФО. Вот к этому как раз хороший этот момент. Можно сказать, больше среднего уровня здесь ребят, состав хороший, который состав сборной России ходит. В турнире памяти Магомеда Амар Магомедова участвуют юноши и взрослые. Идет отбор на первенство и чемпионат Дагестана. Малыши только знакомятся с Азами, а вот ребята постарше уже владеют приемами грепплинга на уровне мастеров. Среди победителей турнира братья Шамиль и Расул Амар Магомедовы. Старший из них имеет в своем активе золото чемпионата Дагестана и первенство мира. Конечно, этот турнир не значим для меня, потому что я проводил честь моего отца. Я рад, что я выиграл. Сложный был соперник, знакомый был, но выиграл. 15-го числа будет Дагестан, по грепплингу, туда готовлюсь. Это будет Дагестан, выход на СКФО, с СКФО на Россию, с Россия на мир. Чемпионом второго турнира памяти Магомеда Амар Магомедова среди взрослых стал Махачкалинец Арсен Шуайбов, 62 килограмма. Остальное золото в активе Кизлярцев, 66 килограммов. Ильяс Иисупов, 71 килограмма Марасхаб Иисупов, 77 килограммов Ахмед Маматханов, 82 Магомед Хайбулаев и свыше 82 килограммов Рамазан Абакаров. Победителям от семьи Амар Магомедовых вручили медали, грамоты, кубки и ценные призы. В планах организаторов в следующем году включить в турнир и состязание самбистов. Каджимур Адзия Одинов, Заур Магомедов. Время новостей.